Обвиняемый Джереми ПитR виновенным государственным изменением. Десять лет капл против южных колоний Хво Village. Обвиняемый Питер Блак виновен государственным изменением. Десять лет капл против южных колоний Хво Village. На этом всё. Всем привет, это Корсары, город потерянных кораблей. С модпаком Adventure Tales я решил пройти свой любимый квест этой игры под названием Побег с Барбадоса. Естественно я выбираю Петра Блада, сложность Капитан, но увидели стандартные установки, максимальная скорость набора опыта, сразу у нас здесь начинает развиваться сюжет. Но сюжет естественно по мотивам романа с обойтением Одиссея Капитана Блада, а также одноименного фильма, замечательного, 1991 года. Здесь я особо не комментирую, сразу идет диалог сначала с Джереми Питом, который говорит о том, что он перенес лорда Гилдоя в эту усадьбу. Вот и лорд, это его слуга. И теперь Питер будет его лечить. Напомню, что Питер тем, кто не читал и не смотрел, хотя навряд ли такое возможно, что Питер это врач. И его пригласили лечить этого лорда Гилдоя, так как он участвовал в восстании Монмута и был ранен. И вот Джереми Пит сообщает Бладу о том, что сюда скачут английские драгуны, для того, чтобы арестовать заговорщиков. А также он сообщает, видим, Питеру о том, что шпагу он спрятал в сундуке, а ключ лежит на столе. Ну, вы видели, где надо забирать этот ключ, а также теперь я показываю, где находится сундук. Но право вы видели, что Питер отвечает, что он надеется, что эта генецианская шпага и пистоль ему не понадобятся. И я думаю, что действительно можно, в общем-то, не найти ничего и ничем не пользоваться. Это здесь на самом деле действительно не имеет никакого значения. Так как судьба Питера будет состоять в том, что его все равно здесь поймают и осудят. Драться, конечно, здесь можно, но это, в общем-то, бесполезно. И даже, я бы так сказал, не особо нужно. Ну, далее, видим, следует диалог. Опять же, тем, кто не смотрел фильм. Диалог, как раз, видим, по мотивам этого фильма, прежде всего. Это полковник, он, естественно, арестовывает лорда Гилбея, хотя он хотел его сразу повесить. Но, я так понимаю, здесь именно Питер сообщает, что он лорд, и повесить его без суда лордов нельзя. А также, и повесить Джеремиа Питера он тоже не может, так как тот двоюродный брат мужа сестры командира его полка. В общем, что называется, полотной товарищ, поэтому, в общем, и он Виконта Джеремиа Питера тоже повесить не может. Но, в общем, тем не менее, естественно, на Питера здесь нападают. Понятно, что кого-то он здесь убить может, за английских солдат. Хотя, в общем-то, еще раз скажу, это по большому счету, вес и полезно. Но, для экшена, в общем, я этим занимаюсь, естественно. И вот двоих он завалил, я так понимаю, третий, нет, третий, еще один солдат. А этот капитан будет последним. Но, также, я не упомянул, играю я с модом фехтования, вы можете уже это заметить. Закликивать здесь особо не получится. Фехтование здесь в большей степени будет напоминать фехтование корсаров каждому свое. Оно посложнее. Но, видим, что троих Китер завалил. В общем, откровенно говоря, я выбрал именно капитана. Они невозможны, или даже не отбирал, для того, чтобы, что называется... Ну, видим, что, в общем, даже фехтовать не пришлось. Его Апитера просто подстрелили. Ну, и далее развитие сюжета мы слушаем. И вот Питер вместе со своими товарищами осужден. Их путь лежит на Карибы, так как повешением заменили каторгой. Теперь они будут рабами на плантациях. Действительно, зачем вешать, если сначала нужно поэксплуатировать. Ну, и теперь уже дальнейшее развитие событий будет, естественно, на Карибах. Ну, также я особо здесь не комментирую восстание Монмута. А также все здесь политические интриги с Яковом, с самим этим Монмутом, которого, в общем, тоже, собственно, схватили и повесили, насколько я помню. Ну, далее развитие событий идет, как я уже сказал, на плантации. Здесь идет диалог с Джереми Питом. Тот сообщает, что им очень тяжело приходится на плантациях, и до зимы они протянут. А также о тяжелой судьбе он поведал кузнеца из Бриджвортера. Собственно, откуда они все сюда и прибыли. Вернее, их привезли. Ну, далее здесь как раз можно установить пирейт, которые, собственно, вы пожелаете. Я пожелал установить те, которые я всегда устанавливаю, а именно десятки на силу, реакцию и выносливость. Ну, и далее с полковником Бишопом здесь надо пообщаться. Он сообщает, что надо к миссис Тит, а именно жене губернатора, отправляться, так как у той очередной приступ мигрени. А также он предупреждает Питера, чтобы тот не подходил к испанцам. Но Питер, в общем, что называется, в вежливой форме послал Бишопа, сказал, что если ему губернатор прикажет, то он не сможет ослушаться губернатора. В общем, прямо скажем, Бишоп здесь, что называется, отрицательный персонаж, понятное дело. Ну, в первую очередь здесь можно сразу навидаться к двум сундукам, которые находятся в локации плантации. Собственно, вы можете посмотреть, если они никогда не походили, где находятся эти сундуки. В общем, мне очень повезло. В первом сабля. Скажу сразу, здесь Питер, как раб, не может носить оружие, поэтому если он возьмет оружие, то тут же к нему подбежит патруль. Это оружие отберет, поэтому не имеет никакого смысла брать клинки из сундуков, по крайней мере, до определенного момента. Ну и вот Питер идет в Бриджтаун к жене губернатора Миссис Стит. Здесь сейчас будет диалог с патрульным. И тот говорит, что Бронсон его друг, так же, как он разоряет Питер, этого Бронсона, а так же Вакера, так как он здесь лечит, а те врачи не получают должной практики. И далее разговаривает Питер с губернатором Стидом. Здесь есть два варианта. Можно его пожаловаться на то, что его тут задержали. А можно просто, скажем так, извиниться за то, что Питер опоздал. Второй вариант, если выбрать, то дальше нельзя будет решать проблему добычи оружия с помощью контрабандистов, поэтому я всегда выбираю первый вариант. Ни на кого здесь жаловаться нельзя. Ещё раз скажу, с контрабандистами здесь проще всего получить оружие, поэтому только первый вариант. Ну и вот Питер теперь разговаривает с Миссис Стид. И говорит, что аптека закрыта, поэтому нужно к мистеру Дэну наведаться за лекарствами. Ну, прямо скажем, с сундуками пока не очень везёт. Хотя, с другой стороны, в общем-то, у Питера низкий ранг, поэтому находить там много ценных вещей не получится. Чуть я не забыл, здесь нужно обязательно пообщаться с Стидом и сказать ему, что нужны средства для покупки лекарства. Хотя, где покупать, если все аптеки закрыты, непонятно, но тем не менее. В общем, можно получить 2,5 тысячи с губернатора. Тот говорит, что Питеру придётся отчитаться, но отчитываться уже не придётся, поэтому на халяву 2,5 тысячи просто Питер получает. На его дом мистера Дэна здесь Питер встречается с доктором Вакером. Он говорит, что он тоже искал мистера Дэна, а также он разыскивал Питера, так как у него к Питеру есть какой-то серьёзный разговор. Но Питер отвечает, что сейчас не время разговаривать, так как он торопится. И они уславливаются, что Питер найдёт этого Вакера в таверне завтра. Но также здесь обыскиваем теперь сундуки. Прямо скажем, с сундуками действительно пока не слишком везёт. Ну вот, пожалуй, здесь лечилка есть хотя бы. Лечилки, наверное, здесь самые ценные находки, которые сейчас найдёт Питер, так как ему предстоят здесь тяжёлые будни, боевые, дальше. Ну и вот, при выходе Питер встречается с мистером Дэном. Кстати, естественно, он взял одну микстуру у него на полке. И теперь при выборе первого варианта у него можно взять вторую микстуру. Итого, видим, что сейчас в инвентаре посмотрим, что у Питера уже есть две микстуры. Одна лишняя микстура Питеру пригодится. Так как будет человек с головной болью на плантации, которая за эту микстуру даст Питеру Дагу. Дагу здесь очень даже надо иметь. Ну и вот здесь вот просто надо не разговаривать с губернатором. Естественно, отчитываться перед ним совершенно не стоит. Идём сразу к его жене, к миссис Стивт. И вот Питер даёт ей лекарство. На этом, собственно, квест, связанный с тем, с врачебной деятельностью Питера уходит в архив. Зато начинается новый квест про Вакера. Здесь надо спросить у таверщика, где находится Вакер. Вакер находится в комнате здесь, в таверне. К сожалению, у меня проскочила первая фраза. Нажал я правую кнопку. Ну, в общем, Вакер осетует на то, что Питер здесь отбивает у них практику. Он намекает, говорит, что у Питера привлекательная внешность. Он молод, и это его главное преимущество. Питер его обрывает. И далее Вакер говорит, что у него дружеское предложение к Питеру. Что он даже готов предоставить Питеру деньги. Только бы Питер отсюда свалил. То есть, бежал отсюда с Барбадоса. Ну, и, в общем, Питер, естественно, соглашает. Он говорит, что, безусловно, он бы поступил так же. Хотя там есть варианты. Но эти варианты, насколько я знаю, особо ни на что не влияют. При разговоре с доктором Вакером. И, в общем, теперь нужно поговорить, прежде всего, с Джереми Питом бежать на плантацию. Вакер готов предоставить деньги, чтобы, еще раз скажу, Питер отсюда смотался с Барбадоса, не отбивал у них клиентов. Да, пока не очень везет с лечилками в сундуках, прямо скажем. Но вы видите, что сразу я по всем домам не лазаю. Я совершенно по-другому все буду делать. Потому что, в общем-то, я играю на достаточно невысоком уровне сложности, на среднем. Поэтому, еще раз скажу, я специально, собственно, его выбрал, чтобы здесь особо ничего не затягивать, ничего не сливать. Пользоваться замедлениями по минимуму. В общем, что называется, более динамично все проходить. И вот Джереми Пит. Питер сообщает, что они теперь могут отсюда направиться в сторону Киросау. И Джереми здесь начинает ныть, что у них нет ни денег, ни агентов, ни оружия. В общем, Питер говорит, чтобы тот не ныл, грубо говоря. И что он все достанет. Питер, вернее, Питер ему просто нужен, так как он единственный штурман у них. И без него они на шлюпе выбраться отсюда не смогут. Ну и здесь открывается еще один квест, а именно достать оружие. Но, как я уже сказал, доставать оружие здесь можно тоже, насколько я помню, двумя вариантами. Проще всего через контрабандиста. Всеми вариантами я проходить не буду этот квест. Я буду проходить тем вариантом, которым я обычно прохожу. Вот, кстати, Ник Питерс. Это тот человек, который как раз дает дагу за лекарство от мигрени. Дагу Питеру обязательно нужно получить. Потому что, опять же, если ничего не сливать, прежде всего оружие, то Питер вообще останется без всякого оружия. Это никуда не годится. Тогда вообще нельзя будет дальше пройти. И вот Николас Дайк. Это первый из тех, с кому Питеру предстоит сбежать. И тут сообщает, что он бы рад, конечно, сбежать с Питером. Но до него дошло сообщение, что Бишоп собирается его продать сейчас кому-то другому. Поэтому он не может пойти с Питером. Теперь, в общем, Питеру нужно предотвратить эту продажу. Для того, чтобы Николас Дайк отправился с ним. Теперь нужно найти... Да, вот он, Харктроп. Натаниэль. И он сообщает, что он бы, конечно, рад тоже сбежать с Питером. Но дело в том, что он здесь встретил Стюарта Винтервуда. Это его кровник, который его лишил всего, семьи, свободы. Или, в общем, что называется, плохой человек, которого он очень хочет уничтожить. И пока он его не уничтожит, он отсюда никуда не уйдет. Опять же, здесь есть два варианта. Можно было бы его начать уговаривать, что называется, не ввязываться во всю эту историю. Но для того, чтобы его уговорить, там, по-моему, нужен приличный авторитет, которого у Питера нет в данном профиле. И поэтому, в общем, Питер должен убить этого Винтервуда. Ну и третий, кто должен пойти с Питером, это Нэтт Огл, канонир. У канонира свои проблемы. Он тоже бы не против, конечно, свалить. Но ему надо отдать 5000 ростовщику, так как он ему задолжал. И, как он говорит, не в том возрасте, чтобы оставаться равнодушным и иметь долги за спиной. Поэтому Питеру теперь придется еще 5000 за Огла отдать ростовщику в Бриджтауне. В общем, в сухом остатке Питеру теперь нужно выполнить три квеста своих спутников. Дайка, Хартропа и Огла. А также найти оружие. Вот по выполнению этих четырех квестов уже можно будет снова возвращаться. Разговаривать с Джереми Питом. Но сначала здесь нужно заглянуть к Бишопу, поговорить по поводу Николаса Дайка. И вот он говорит, что у Николаса первые признаки проказа. В общем, он хочет таким образом предотвратить его продажу. Но Бишоп его грубо отшивает. Говорит, чтобы тот, вернее, Питер не лез в его дела. В общем, что называется, надавить на Бишопа не получается. Но я думаю, зато получится обшарить его сундуки. Видим, что находим противоядие. Это, кстати, ценная находка на случай, если Питера сейчас поранит скелеты. Так как я собираюсь сейчас скелетами повоевать. Я всегда это делаю в этом квесте. Хотя, в общем-то, на этой сложности, наверное, можно было бы этого избежать. Но я не хочу, так как я, в общем, сказал уже, прохожу этот квест так, как я его обычно прохожу. Но видим, что в втором сундуке наверху ничего интересного нет. В общем, признаюсь честно, я уже говорил об этом. Это мой любимый квест, наверное, из всех аддонов. На мой взгляд, очень... Атмосферный. Долго вспоминал это слово. Очень атмосферный именно этот квест. Пожалуй, тем более, что для меня он первый вообще из всех корсаров. Как я уже отмечал, в моем знакомстве с корсарами произошло именно в связи с историей Питера Блада. Хотя этот квест, в общем-то, и не имеет особого отношения к фильму, на мой взгляд. Ну вот, сначала будем разбираться с оружием, и Питер подходит к контрабандисту, и тут говорит, что, конечно же, при других обстоятельствах он бы, конечно, не пошел на такую сделку. Но ему нужно очень кольцо, которое есть у жены губернатора. Он готов Питеру предоставить оружие, даже 3000 сверху. Но он хочет получить это кольцо. Так как у Питера есть возможность пробираться в резиденцию к губернатору, но не все так просто. Дело в том, что, конечно, в резиденцию Питер пробираться может, но только тогда, когда есть приступы мигрения у миссис Тит. Поэтому сейчас надо что-то придумывать. Но придумывать здесь тоже особо, сразу скажу, ничего не надо. Надо просто опять идти к мистеру Дену. Вернее, сначала нужно постучаться в резиденцию к губернатору. Видим, что она закрыта. Далее нужно пообщаться с охранником, и тот отшивает Питера. Говорит, что просто так он его не пропустит. Но здесь как раз появляется запись в данном журнале, что, конечно же, не просто так, но как-то пройти надо. Поэтому идем еще раз к мистеру Дену, для того, чтобы он дал опять лекарство от мигрени. И он говорит, что он по распоряжению к губернатору пришел, и ему нужно лекарство. Мистер Ден, что называется, безотказный здесь человек. Он дает во второй раз, и я бы сказал, третью уже склянку с этим лекарством. С учетом той склянки, которую Питер у него с полки стянул. Но видим, что по-прежнему закрыт. Опять нужно пообщаться с этим самым солдатом. И Питер говорит, что он пришел для того, чтобы дать лекарство для профилактики мигрени, чтобы солдат его не останавливал. Теперь можно пройти. Сначала опять же надо поговорить с губернатором. И Питер сообщает, что он как раз пришел для того, чтобы предотвратить новые приступы. Губернатор его пропускает. И вот Питер уже разговаривает с миссис Тит. Она сообщает, что она пошла на поправку. Благодарит Питера. А также спрашивает, почему Питер не сводит глаз с этого колечка. А также она сообщает странную историю, что это кольцо не ее. И оно, это кольцо, каким-то образом оказалось у нее в резиденции. А также оно простенькое, без изысков, не в ее стиле. В общем, она готова отдать это кольцо Питеру. Что называется, и на ловца зверь бежит. Питер соглашается взять это кольцо. Но, естественно, только для того, чтобы выяснить, чье оно и как попало к миссис Тит. В общем, что называется, все обернулось самым, что и на есть лучшим образом. Именно поэтому я и выбираю всегда этот вариант, чтобы достать оружие. Второй вариант, он всегда сопряжен с боевкой. Хотя, в общем, он тоже не очень сложный, на мой взгляд. Но этот совсем простенький. Самый, мне кажется, хороший. Так как здесь контрабандист плюс еще и даст 3000 сверху. Когда я проходил первые разы этот квест, я думал, что здесь есть какое-то продолжение всей этой странной истории. Зачем контрабандисту это кольцо? Каким образом оно действительно оказалось у жены губернатора? Но потом, в общем, насколько я понимаю, выяснилось, что никакого продолжения этот квест не имеет. Что это просто странность без ответа. Поэтому здесь я не буду выбирать, что называется, допытываться у контрабандиста, что да почему. А просто Питер отдает им это кольцо, получает оружие и, что называется, вдовесок 3000. Действительно, нет времени сейчас у Питера выяснять всю эту историю. Ну и теперь уже можно, что называется, разбираться со всеми этими историями своих спутников. Во-первых, нужно разобраться с Дайком. Для этого надо подсесть к Куйпи Вохе, который здесь, собственно, в единственном числе и сидит в этой таверне. И он говорит, что сюда прибыл купец Зимайки. И как раз он, что называется, Друган Бишопа. Очевидно, что это и есть тот самый покупатель Николаса Дайка. Поэтому надо найти его дом. А также каким-то образом предотвратить эту сделку. Проще всего выкрасть деньги. Дайка, предназначенный для покупки Дайка, вот дом этого покупателя. А вот, собственно, и он сам. Но здесь нужно дождаться, когда он пойдет наверх. Можно, конечно, в принципе, похитить, когда он здесь что-то делает на полке. Но это всегда гораздо более рискованно, что он вдруг повернется. Когда же он уходит наверх, в общем, это гарантированно просто. Вытащим сейчас все содержимое этого сундука. Там будет, сразу скажу, не только деньги, но и лицензия, а также амулет. Видим, что 6000 плюс оберег. И плюс лицензия. Английская и Ост-Индийская компания. Видим, что этот оберег повышает авторитет и скрытность, но сокращает умение пистолета. Кстати, я не помню, есть ли такая возможность сначала выкрасть этот амулет, а потом уже разговаривать с Хартропом. И убедить его, скажем так, не заниматься местью здесь. Не помню точно, есть ли такой вариант. То есть, сначала выкрасть этот амулет и с ним уже убеждать его. Но я этим заниматься здесь не буду, в принципе, что называется. Сначала, видим, разговариваем мы сразу с ростовщиком, отдаем ему 5000. И закрываем сразу и второй квест. То есть, с Оглом. Осталось только разобраться с этим обидчиком Хартропа. Но сначала я не буду разбираться с этим. Сначала я пойду сразу в пещеру мочить скелетов. Так как, если назначить встречу ему через час, то, естественно, Питер не успеет. Поэтому сначала нужно мочить скелетов, потом уже возвращаться в Бриджтаун и назначать встречу. Так вот, я точно не знаю. Можно, конечно, с этим оберегом, наверное, попытаться сначала как бы выполнить с Дайком все дела. Потом уже разговаривать с Хартропом. И тогда, возможно, вы сможете его убедить. И не придется, собственно, драться в тяжелой боевке с этим обидчиком. Ну, еще раз скажу, для меня это просто обязательный пункт программы, это драка. Поэтому, в общем, я не буду даже и пытаться это делать. Но я сохранился перед походом в пещеру. Сразу скажу, если бы я играл на невозможном уровне сложности, я бы слил здесь в единственном сундуке сразу клинок какой-нибудь. Все равно какой. Так как с Дагой, конечно, драться со скелетами на невозможном уровне сложности не то, чтобы невозможно. Даже очень, на мой взгляд, возможно. Но все-таки это будет требовать больше времени. У них будет больше, насколько я помню, пистолетов. В общем, что называется, это будет гораздо более муторно и долго. Видим, что, естественно, никакого, ничего в этом сундуке Питер не нашел. Закон пудлости. В сундуках, вы видели, в Бриджтауне там была куча клинков. Здесь, естественно, этого клинка нет. Но я сразу скажу, что слить этот клинок очень даже вполне возможно. То есть, что называется, играете на высокой сложности. Если, то с Дагой, конечно, этих скелетов идти не стоит. Конечно, на замедление с Дагой даже их победить можно. Так как, по-моему, даже на невозможном уровне блок они пробивать не будут. Но, тем не менее, я, во-первых, не хочу играть на замедление. Это раз. Поэтому, собственно, и выбрал уровень сложности Капитан. Сейчас мы оденем Дагу. Я думаю, что на Капитане как-нибудь даже без замедления я с этими скелетами этой Дагой справлюсь. Но еще раз повторю, в общем, я Капитана и выбрал, чтобы здесь абсолютно ничего не сливать. И замедлениями пользовался по минимуму. Я думаю, что эта сложность компенсирует. Пистолетов у Капитана все равно пока нет. Поэтому этот Берег ничему не мешает. Хотя, в общем, авторитет и скрытность Капитана тоже, в общем, не нужны особо. Теперь, сохранившись, я иду сражаться с первым скелетом. Их здесь несколько. Точно я даже не помню сколько. Но вот этот первый как раз, он в единственном числе. С ним в первую очередь надо драться. Да, сильно мне не повезло. Я вижу у него Дага. Пожалуй, Дага это самое неприятное сейчас для меня оружие противников. Потому что с Дага он будет, что называется, никогда у него энергия не будет исчезать. С одной стороны, конечно, Дага не наносит практически никакого урона. Но с другой стороны, опасны эти скелеты даже не столько уроном. Особенно с этой Дагой, сколько тем, что он может отравить Питера. В общем, не повезло, что называется. Ну да ладно, возвращаться к сохранению до пещеры я не буду. Все-таки я играю не на невозможном уровне. На Капитане, я думаю, как-нибудь даже с Дагой справлюсь. Хотя, конечно, неприятное, кажется. Во-первых, эта драка будет дольше. Потому что, раз у него Дага, значит, придется в основном его убивать рубящими ударами, не побивающими. Но вот, конечно же, все-таки получил Питера отравление. Да. Короче, придется использовать свое противоядие. Это хорошо еще, что Питер у Бишопа это противоядие вытащил. Было бы пол беды, конечно, что у него Дага. Если бы здесь не стоял мод «Улучшенное фехтование», и можно было бы его закликивать. В принципе, Дага можно тоже закликивать. И, в общем, тоже особо проблем бы не было. Но так как здесь стоит этот мод «Улучшенное фехтование», то этот скелет с Дагой, он крайне опасен. Он будет, что называется, без устали калашмать из Питера. Постоянно. И закликивать его не получится. Ну, сразу скажу, что, в общем-то, я, естественно, не забыл про свое прохождение троечницы на отчаянном корсаре, безусловно. Просто я, у меня нет настроения хардкорить сейчас, абсолютно. У меня сейчас есть настроение поиграть в ГПК, пройти свой любимый квест, который проходил недостаточное количество раз. Пройти, скажем так, на среднем уровне сложности, где мне не придется привыкать к замедлениям. Не придется ничего сливать. И при этом, в общем, будет достаточно сложно и интересно, с учетом наличия мода «Улучшенное фехтование». Ну, видимо, второй раз он утравил Питера, и, в общем, да, это совершенно беспрерспективно. Не повезло, еще раз скажу, не повезло, что этого скелета Дага, это, конечно же, наихудший вариант, потому что даже с каким-нибудь легким оружием, с какой-нибудь шпагой, в общем, у них все равно эта энергия проходит, вернее, они ее расходуют, и там можно их забивать пробивающими ударами. С этим же никак так не получится делать. Возвращаясь к троечнице на Чайном Корсале, скажу еще раз, что я не забыл, и, в общем, безусловно, я когда-нибудь, скажем так, продолжу проходить про прохождение. Безусловно. Хотя, конечно же, это когда-нибудь оно было бы ускорено, на мой взгляд, адекватным количеством лайков от зрителей, но, в общем, по большому счету, мне это, если так разобраться, не так важно. В общем-то, это прохождение делает прежде всего для себя, все-таки. У меня просто нет настроения хардкорить, еще раз скажу. Мне этого хардкора хватило на ближайшее время с последним уроком на Чайном Корсале. Корсара к каждому свое, с последней сцены. Пожалуй, даже на троечнице, на невозможном уровне в ГПК я таких сложностей нигде практически не испытывал. Как это было вот в этой последней сцене. Хотя, в общем, действительно, я уже особо не надеюсь, что все эти, скажем так, трудности и сложности, они будут по достоинству оценены зрителями. Видимо, что все-таки полностью предотвратить удары. По крайней мере, без замедления не получается. В этом смысле, конечно же, намного лучше драться с какими-нибудь бандитами. Но мне нам вспоминается, вернее, приходится, вспоминается начало прохождения истории пирата за Питера Хейна. Там как раз в первой серии Питер Хейн тоже пошел в пещеру. И там он дрался с бандюганами. Так вот, там, по крайней мере, эти бандюганы не отравляют. И, в общем, это существенно упрощает. В общем, если бы скелеты не отравляли, то, безусловно, скажем так, эти скелеты с дагами были бы просто на порядок. И, в общем-то, даже пропускаете удары, Питер, к большому счету, особого ущерба для себя не испытывает. Именно чисто от ударов. Не, ну это надо, а, но последним ударом обязательно надо было отравление получить. Ну что ж такое-то, а? Ну ладно, в общем, не буду я здесь ничего больше переигрывать. Правда, откровенно говоря, и сохраняться я не хочу. Посмотрим, что там будет дальше. Потому что, можно было бы, конечно, лечилки отрать точно не хочу. У меня их не так много. Можно было бы, конечно, в принципе, время есть, постоять там час. Прокрутить время и, в общем, подлечить Питера. Но, в общем, это съемки, прохождение. Естественно, я делать этого не буду. Так как, к тому же, и, в общем, и купюр делать особо не хочу. Здесь, что называется, играем, как играем. Ну надо же, у этого тоже легкий клинок. Да шо ж так мне везет-то, а? Да. Еще шельд здесь. В общем, все неприятности сразу обрушились, скажем так, на меня. Но ничего не поделаешь, бывают такие сложные варианты. Конечно же, если бы у него был нелегкий клинок, я думаю, что Питер бы уже его просто замочил. Но легкие клинки здесь это, что называется, бедствия. Потому что с легкими клинками они энергию свою расходуют, но очень медленно. Я уж не говорю про даги, где, в общем, на это рассчитывать вообще не приходится, что они израсходуют энергию. Но даже видим с этим легким клинком, насколько он долго должен колошматить Питера. А за это время они все равно его выталкивают. В общем, в конечном счете это приводит к тому, что второй дальний тоже начинает бить Питера. В общем, что называется легкие клинки, это самое настоящее проклятие в этом эпизоде. Ну и также я должен отметить, конечно, вот с этими двумя, пожалуй, забираться самое сложное во всем этом эпизоде. Потому что Питер пока не прокачался. И, скажем так, здесь не так много мест, где можно с ними драться по одному. Без замедления они быстрее Питера выталкивают. Ну вот, одного все-таки удалось замочить. Я думаю, что, значит, второй тоже обречен. Ну, еще раз скажу, в общем-то, скелетами я прежде всего с их оружием здесь точно не повезло. Видимо, это тоже. Судя по всему, какой-то легкий клинок. Приходится ждать, когда он, что называется, до нуля свою энергию добьет. Иначе всегда есть вероятность получить резкий колющий удар. И самое главное, что этими ударами они могут отравить Питера. И тогда, в общем-то, что называется, конец. Так как Питер единственное свое противоядие уже это расходовал. Ну, еще раз подчеркну, когда я играю на невозможном уровне сложности, я совершенно точно всегда сливаю здесь оружие в пещере. Потому что, конечно же, без оружия на невозможном уровне справляться бага с этими скелетами исключительно на замедление. И, в общем, это достаточно неочевидная сложная песня. Всегда. Ну, еще раз скажу, особенно с модом фехтования. Без мода фехтования, в общем-то, их закликивать здесь можно. Даже дагой. Ну вот, что называется, с горем пополам Питер одолел этих двух скелетов. Получил, кстати, амулет на увеличение на 10 единиц умения тяжелого оружия. Ну, прямо скажем, видите, я не сохраняюсь, потому что все идет, прямо скажем, не так, как я хочу, мягко говоря. Неудачный вариант идет. Сначала с дагой, потом с двумя легкими клинками, в общем, удалось утравить. Питер израсходовал уже свое противоядие, получил кучу урона. В общем, прямо скажем, этот вариант мне уже не нравится. И если сейчас все пойдет не так. И вот с этой группой, с тремя, то я просто переиграю с самого начала все. Ну да, в общем, что называется, здесь просто одним пробивающим Питера сразу убили. Но может оно и к лучшему, откровенно говоря. В общем, я с самого начала хочу переиграть все. Не хочу я здесь получать отравлений, потому что это, к тому же, еще и негативно сказывается на здоровье Питера. Хочу я более-менее чисто ликвидировать этого негодия с дагой. Хочу я более-менее. Но также, естественно, следует отмечить, что, конечно же, никто у вас в эти пещеры здесь особо не тянет. Конечно же, это не часть квеста Побег с Барбадоса. В общем-то, Питеру здесь можно, что называется, с самого начала, в первом же бою драться с этим Минтервудом. И, что называется, испытывать там все проблемы с этим связанные. И, в общем-то, на этом уровне сложности, Капитан, в принципе, можно обойтись без предварительной прокачки. Особенно, если использовать замедление в этом бою с этим Кровником. Но, в общем, еще раз скажу, для меня, что называется, этот квест без пещер и без драки с этим Минтервудом. Это, что называется, урезанный квест. Поэтому я всегда, что называется, здесь много дерусь, охотно, активно и со вкусом. Избежать этой драки, тяжелой с Минтервудом, можно с самого начала, повысив, по-моему, там до пятерки, если я не ошибаюсь. Впереется в тритет. И тогда у Питера с самого начала будет достаточная харизма. Я вот единственное, опять же, повторюсь, не помню. Либо сразу достаточная харизма, либо она будет достаточной после того, как Питер получит вот этот оберег. На увеличение харизмы еще потому что. Но, в любом случае, сразу вам скажу, что если вы не проходили этот квест, в принципе, не хотите, что называется, сразу тяжелой квестовой боевки, то этого избежать можно просто в Пирейдс, назначив на пятерку, если я не ошибаюсь, авторитет. Тогда можно будет обойтись и без пещер, и без драки с Минтервудом. И, в общем-то, там вся сложность начнется только, собственно, с этапа, когда надо будет осуществлять, собственно, сам побег. Ну, а вот, все-таки удалось без всяких отравлений, наконец-то, этого негодяя с Дакой прибить. Прямо скажем, это непросто, даже на этом уровне сложности получил у Питер двойную маску, которая увеличивает к тому же скрытность. Видим, что скрытность у Питера уже там плюс 20 идет. Насколько я помню, это сейчас не имеет особо никакого значения в этом квесте. Не помню, чтобы здесь какие-то действия и какие-то варианты зависели от показателей скрытности. Хотя, в общем, признаюсь, я не играл давно и особо не выяснял этот вопрос, поэтому, если не прав, то пишите. Все-таки большим, скажем так, специалистом, поэтому кое-что я себя назвать не могу. В общем, я этот вопрос не изучал, я просто его похожу, как не хожу всегда. Ну, видим, что выталкивают они без замедления особенно активно Питера дальше. Второй выбирается, сейчас он же, собственно, начнет. Видим, что... Ну да, в общем, короче, сложно здесь очень все. Ну что ж, ладно, еще раз я попытаюсь это все сделать. Я вижу, что надо уже, наверное, первую серию завершать. Все равно в этой серии мне всех скелетов уже не перебить. Тем более, что видим, что вариант оказался сложным. Еще раз подчеркну, с этими двумя разбираться, наверное, это вообще самое сложное, так как здесь Питер еще не прокачан. И здесь не так много мест, где можно драться по одному, так как особо отступать здесь Питеру некуда. Если бы они его еще, конечно, чуть менее активно выталкивали, а то уж они просто вот как-то совсем Питера буквально выталкивают сразу. Если бы, еще раз подчеркну, у него был бы тяжелый клинок, то у Питера было бы время. А так, у Питера нет времени вообще. Ну ладно, в общем, я думаю, что возобновлю я уже весь этот бой в следующей серии. И, в общем, наверное, значительную часть следующей серии я посвящу как раз бою в этих пещерах, так как с Дагой справляться со скелетами здесь долго и неудобно. Но эту серию я завершаю. Спасибо за внимание, продолжение следует. Надеюсь, до скорых встреч, пока.